В многих интервью вы говорили, что у вас долгая и крепкая связь с творчеством Есенина. В школьные годы вы болели его поэзией, вы поступали с его стихотворением. После стольки сыгранных спектаклей, как-то изменилось ваше отношение к нему? Стала ли связь крепче или наоборот? То, что появилась какая-то связь, это точно можно сказать, потому что сколько мы сыграли, наверное, под 150 спектаклей, 150 раз, заново любить тех женщин, с которыми он встречался, и 150 раз идти к смерти, великой смерти, не побоюсь сказать, мне кажется, все-таки какая-то действительно ткань сшивается между нами. По поводу того, насколько я его лучше стал понимать, это субъективно, потому что все равно мы работаем в контексте спектакля, несмотря на то, что мы опираемся на данные, которые известны нам детально, фактически в книгах, в рукописях и вообще в рассказах, но все равно мы работаем непосредственно с актерами. Если есть партнер в роли матери Сергея Есенина, я понимаю, что это Екатерина Стриженова, и у нас срастается помимо того, что я как Андрей работаю с Екатериной, работает Сергей с матерью, работает мать с Андреем, и Сергей с Екатериной, и у нас вот такие вот встречи происходят. Ну, в любом случае, мне кажется, действительно материал все углубляется, он так уже настолько сросся, вложился, что уже какое-то неотъемлемое звено, иногда даже хочется уже как-то выпихнуть его из себя, как-то отдохнуть от этого. Я знаю, что перед премьерой вы ездили на родину к Есенину. Насколько это был необходимый опыт? Это не был необходимый опыт, это был опыт, скорее, вдохновляющий, нужно было как-то подпитаться, хотелось найти те места силы, в которых он, собственно, заряжался энергией. И меня очень сильно впечатлило это место, я не знаю, были ли вы, но я еще попал туда в момент осени. Я лично обожаю осень, когда под тобой эти желтые листья хрустят, не шуршат, а прям хрустят, вот это вот сладко. А там просто все было золотое, и еще полностью не опали деревья, и просто эти золотые ковры. Посмотрел на все эти тропинки, на дом, где они жили, конечно, прекрасно, все близко, тут школа, тут жил его наставник духовный, тут речка, ты смотришь на все эти окрестности, безумно впечатляешься, и думаешь, просто сама природа там, где он жил, это сама по себе и есть поэзия. Невозможно было не родиться поэтом, наверное, в такой местности. Галина Полищук в одном из интервью рассказывала, что во время прогулки по местам поэта вы сбежали к его памятнику и начали читать стихотворение. Что вы чувствовали в этот момент, и почему такой импульс вообще появился? Меня вообще моя актерская мать попросила, сказала, давай, сын, иди, иди, почитай. Что я чувствовал, наверное, супер пафосного ничего не скажу, что я вдруг проникся. Интересно было то, что Сергей Александрович апатировал в публику, действительно взбирался и на столы, и на подмостки, как они на памятнике Пушкина весь вешали таблички с надписью про имужинизм. То, что я вдруг мог оказаться тоже в ногах Есенина, смотреть, значит, на нашу актерскую труппу, где было человек 30, наверное, на этой экскурсии. Просто обычные люди проходили по Тверскому бульвару и прочитать стихи, как, собственно, делал и он. Вот, наверное, сам вот этот момент того, как он выступал на публику, и того, что меня подтолкнули к этому. Я его даже не знаю, как описать, но вот он чем-то дорог был. Давайте про самого Есенина немного поговорим. В современном обществе он бы 100% получил звание абьюзера. Вот, да, это популярное слово уже, к сожалению, в нашем лакуабуляре. Его достаточно жестокое отношение к женщинам. Это было намеренное поведение или это его такой нездоровый язык любви? Сейчас вообще, куда ни посмотришь, какие отношения, везде абьюз. Каждый второй. Что в семейном пространстве, что на работе у нас у всех абьюзивные отношения. И сам абьюз, он же подразумевает жертву и человека, который пользуется человеком. Во всех этих отношениях, как мы видим, ни одна женщина сама-то и не ушла от него. То есть они расходились, но они все равно все искали встречи, не могли друг без друга. И поэтому как-то уж прям сильно обвинять Сергея Александровича в абьюзивных отношениях, если женщины сами хотели этих абьюзивных отношений, наверное, не стоит. Я как-то с мужской стороны думал о том, что, помимо того, что действительно есть какая-то грань слишком, неправильно сказать, наверное, грубых, а очень плотно, эмоционально-ядерных этих отношений, Сергей Александрович сам же и пытался, мне кажется, женщин оторвать от себя. Но вот мы выбили формулу того, что он был как солнце, к которому все тянутся, чтобы согреться, но если слишком близко подойти к нему, ты сгоришь. И он понимал, что в определенные моменты нужно рвать. Например, тот случай, который мы играем в спектакле с Галиной Бениславской, когда она говорит, если ты уйдешь, я умру, я убью себя, что, собственно, она и сделала через год. Когда женщина говорит такие слова, он же понимает, что он тянет ее за собой, он сам уже ко дну все тянется и тянется. И как за собой всех этих женщин он пытается всех от себя, наоборот, спасти. Мне кажется, в этом тоже есть забота и любовь. А то, что, к сожалению, эти отношения вот так вот выстроились, для всех очень трудно. Рай их попала уже и в больницу, Бениславская застрелилась, Соня Толстая посвятила ему все эти сборники, помогла собрать после смерти. Это сильно сильные женщины. Наверное, вот все эти женщины Есенина, они не просто женщины, они избранные. Поэтому такая трудная судьба. Вот вы правильно отметили, что все женщины Есенина – это какие-то знаковые личности того времени. Так что они находили в Есенине? Почему он их так притягивал? Если они уже знали, что есть пьянство, есть драки. Вам, мужчины, нравятся хулиганы или такие спокойные? В разном по настроению. Да нет, всем нравятся хулиганы. Главное не само хулиганство, а энергия и тепло. Если мужчина энергичен, поступает, делает поступки для женщины, за женщину, вообще успевает всем заняться. Мне кажется, нам просто люди такие интересны в жизни. Мы смотрим, он успел и в политику сходить, и что-то хорошее сделал. Сергей Александрович был таким одним из первых везде. Он и в поэзии был первым, боролся с другими течениями поэтическими. Был неравнодушен к политическому строе, вообще к России, и за друзей, которые тоже лезли в политику. И, к сожалению, были расстреляны. И за свою семью, опять-таки, конфликт с матерью, и за отца, которым она изменила. Энергия, тепло и вообще умение тратиться на людей, на жизнь. Ну и, впрочем, на женщин, которым он уделил внимание, зацепил. Они и дальше пошли за ним. Какую женщину выбрали бы вы на месте Есенина? Поэзию. Потратиться на искусство, подарить миру надежду на будущее. То, что вот этот монолог в финале про ту перчатку, которую он держит в ладони, это монолог не посвящен какой-то конкретной женщине на сцене. Это монолог женщины в зале. Он говорит о том, что все эти стихи были для вас, и, возможно, кто-то из зала потом случайно найдет перчатку в своем пальто и вспомнит об этом спектакль. Это такой посыл, месседж. Почему сегодня женщины, вообще молодые, юноши очень поют рок-группу Есенина? Почему девушки любят Есенина? Все так восхищаются. Я писал стихи на его мотив. Почему так? Откуда это берется? Но вот он как-то так зарядил и своей поэтической стрелой к нам в будущее, свои стихи, что они до сих пор с нами живут. Поэтому, наверное, бы я выбрал на его месте поэзию, что, собственно, он и сделал. Субтитры создавал DimaTorzok